увидел интересную дискуссию статью в сети буквально на этой неделе там некий доктор сказал что в можно максимум съедать в день 4 мандарина такое все что если вы сидите 5 то вам конец ну и там его опровергают говорят что нет на самом деле можно намного больше и так далее медицинская наука не может дать ответ на этот вопрос ну нет таблиц таких возраст количество еды сколько можно съесть вообще посмотрите была такая классная таблица сколько можно съесть грецких орехов в зависимости от возраста да очень вот такая стена так вот к чему я потому что ответить на этот вопрос можете только вы и это будет ответ правильный только для вас условно говоря вы съедаете три мандарины все нормально съедаете 4 все нормально съедаете 5 все нормально после шестой вы либо у катались, либо покрылись сыпью. Вот значит шесть вам нельзя. Шесть вам лично много. И вы уже начинаете понимать, что именно в вашей ситуации, наверное, четыре оптимально, а больше не стоит. Ну и еще, когда вы будете проводить такие эксперименты над собой или детьми, всегда задавайте себе такой вопрос, а мои предки, ели это или нет? Вот есть у вас много у вас предков, которые в огромных количествах регулярно ели цитрусовые. Много? Кушайте на здоровье. Мало? Будьте более осторожны. И, коль скоро речь зашла о опасности неких продуктов, передо мной лежит продукт. Он меня поддостал на этой неделе. Во-первых, куча статей на тему, как это полезно. Все догадались, да? Эта штука называется авокадо, да? И вот как это страшно полезно, без этого вообще никак. Как мы раньше без него вообще жили, трудно себе представить. Тут я был в ресторане, у нас были деловые переговоры, там принесли какой-то салат, в котором, по-моему, кроме авокадо вообще ничего не было в этом салате. И все были такие счастливые. Там компания подобралась веганов. В общем, веганы вообще считают, что без этого вообще главный веганский продукт. Я правильно говорю? Тут просто у меня туета, вот народ бегает вокруг, они все головами кивают, да, да, одна вообще йога тут сидит, она как видит авокадо, она аж трусится. Авокадо. Собственно говоря, что я вам хочу сказать? Понимаете, ребят, никакой отдельно конкретный, отдельно взятый продукт не может быть хорошим и плохим. Важно, кроме этого продукта, еще образ жизни ваш. Образ жизни. Если вы едите авокадо и более пяти минут в день смотрите политические новости по телевизору, нет полезных продуктов для вас. Если вы не занимаетесь спортом, если в вашей жизни нет отдыха, счастья, любви, друзей, ну, никаким авокадо вы свою жизнь не поменяете. Да, это по большому счету неплохо, но ничего уникального в этом нет. И поверьте мне, что если вы возьмете нашу родную, квашеную капусту, зальете ее нашим родным подсолнечным маслом и вместе с орехами и картошкой жареной это съедите, то вы все те микроэлементы, что есть здесь, тоже получите. Поэтому я упаси вам Боже рассказывать о том, что это вредно. Нет, ребят, это действительно классно. Если вы вместо мяса едите вот это, у вас таки будет снижаться уровень холестерина. Не для всех это полезно, снижать уровень холестерина. Посмотрите наши программы на эту тему. Ну да ладно, теперь продолжаю. Главная проблема, с моей точки зрения, авокадо не в том, какое оно полезное, а в том, какое оно вредное. Вредное, ну, не для конкретного человека, оно вредное для планеты Земля в целом, для экологии. Потому что дерево, с которого срывают вот эту самую авокадо, это дерево очень капризное. Оно растет в строго определенных условиях, боится ветра, боится контраста температур, нуждается в огромном количестве воды для полива. Еще раз, не просто в большом, а в огромном. Поэтому выращивают авокадо в определенных, строго определенных районах. Ну, больше всего там в Мексике, в Бразилии, на Гавайях. Для этого вырубают все, что там есть. Используют всю наличную воду, лишь бы вы получили вот этот вот самый полезный продукт. И, естественно, влияние на экологию огромное. И в этом плане я все время для себя готов проводить аналогии между авокадо и пальмовым маслом. Ибо нет ничего особо плохого в пальмовом масле. А главная проблема пальмового масла в том, что ради того, чтобы засадить вот этими пальмами и получить урожай, вырубают в огромном количестве тропические леса. И поэтому теперь вам понятно, почему я считаю, что авокадо и пальмовое масло это такие явления близкие. Они не вредны людям. Не вредно пальмовое масло. Не вредно. Кто сомневается, у меня есть целое видео на эту тему. Так вот, пальмовое масло вредно реальной экологии. Конкретному человеку нет. Законопроекту биологической безопасности. Ну, в принципе, очень нужный и правильный документ. Но там есть один пункт, который вызвал массовое обсуждение и в соцсетях, и в средствах массовой информации о категорическом запрете продажи антибиотиков без рецептов. С одной стороны, антибиотики теоретически вообще не должны продаваться без рецептов. На них всегда написано отпуск по рецепту врача. Но на это, по большому счету, всем аптекарям было начхать. Теперь за это, я так понимаю, вводится ответственность. Теоретически, эти продажи должны прекратиться на территории России, по крайней мере. Там, где этот законопроект будет работать. У меня, с одной стороны, очень положительное отношение к этому, потому что реально народ массово жрет антибиотики, когда надо, когда не надо, в неправильных дозах, в неправильных схемах. Когда он хочет, прекращает. Когда хочет, начинает. Лечит одну и ту же болезнь одним и тем же антибиотиком многократно. Все это приводит к массовой устойчивости бактерий. И скоро, в таком духе, если будем продолжать, вообще всем этим антибиотикам придет конец. Поэтому, конечно же, запрет продажи антибиотиков без рецепта, это очень назрело. И это, в этом заинтересованы по большому счету мы все, хотя и врачам, и пациентам это страшно неудобно. Потому что всегда можно сказать другу, ну пойди в аптеку, купи вот это, лечись, чтобы он тебя не доставал. А так ждать его, ну хотя тут надо параллельно бы развивать электронный документооборот, чтобы ты мог сказать, Вася, иди в аптеку, я туда уже направил рецепт на антибиотик. Это было бы вообще круто. Вот. Тем не менее, почему тут у меня волнение и сомнение? Ну потому что я когда пытаюсь просто сам себе представить, насколько упадут доходы людей, которые производят и продают антибиотики, ну это миллиарды рублей, я так думаю. Поэтому я думаю, что все-таки сейчас они начнут активно сопротивляться. Или, как всегда, закон будет хороший, а реализация, ну как обычно. Произношу слово, которое, может быть, многие из вас и не слышали, все, убираю эту еду уже, забирайте, ребята. Это слово снифинг. Снифинг. Очень многие об этом даже никогда не слышали. Это очень, к сожалению, жуткий, очень распространенный на сегодня вариант подростковой токсикомании. Суть этого явления, подростки дышат газом, который используется для зажигалок. То есть, или покупают баллончики с газом, или непосредственно из-под зажигалки дышат. За последний год около, вдумайтесь, трех сотен погибших детей. Три сотни. Вариант токсикомании набирает обороты. Родители даже не представляют, что этим можно травиться. Поэтому обращаю ваше внимание, возраст, когда они обычно начинают 9-11 лет, запаха никакого нет. Следите за любой зажигалкой, за любым баллончиком с газом, который попадает в руки вашим детям. Просто вы должны знать, что это возможно. Еще раз, у кого дети соответствующего возраста, 9-15 лет, прошу вас набрать в гугле слово снифинг и почитать. Это очень важно. Просто знайте об этом. Наши заморские друзья, американские, или, как говорят, наши американские коллеги, провели исследование и выяснилось, что за последние 20 лет средняя продолжительность беременности у женщин в США уменьшилась на 6 дней. И связывают это с глобальным потеплением. Такая информация. Просто похоже, что когда тепло, они там быстрее развиваются. Но еще есть, что в дни, когда особо высокая температура, вероятность преждевременных родов выше. Просто интересная информация. И так считается, что если будут в этом же духе развиваться, это тема глобального потепления, экологические активисты скоро будут это использовать в качестве еще одного лозунга. Теперь парочка тем проличная и на этой парочке тем будем заканчивать. И так интересно. Очень много вопросов, как выбирать вообще друзей. Вот как, например, лично я оцениваю адекватность своего собеседника. Адекватность человека, который пришел ко мне устраиваться на работу. Адекватность человека, которого слышу по телевизору. У меня есть, для меня, например, в человеке очень важны два момента логика и здравый смысл. Логика и здравый смысл дает людям возможность отвечать практически на все вопросы. То есть, если тебя человек интересует для общения, для обмена мнениями, то, используя логику и здравый смысл в качестве ключевых аргументов, очень легко найти друзей. Ну, я не говорю о глобальных ответах на вопросы про не убей, не укради, выполняй обещания, не подними руку на женщину, не опаздывай, не об этом. Это вообще базовый, без этого никак. Но у меня есть, благодаря моей специальности, три теста, три стандартных вопроса, которые я, как правило, задаю, и они мне очень помогают сразу. Вот есть вопрос, как вы относитесь? И дальше три слова. Как вы относитесь к вакцинации? Как вы относитесь к домам, к гомеопатии? Как вы относитесь к ГМО? Вакцинация. Хорошо, гомеопатия. Плохо, ГМО. Хорошо. Вот кто сомневается, не понимает, не согласен, прежде чем кричать Камаровского купили, ну, в очередной раз, купили производители вакцин, или Камаровскому не заплатили гомеопаты, поэтому он говорит, что это плохо, или наоборот, Камаровскому опять-таки дали денег и МОшники. Так вот, перед тем, как это орать, просто получите массовую, хоть в каком-то объеме информацию, добро пожаловать к нам, например, на канал, вот на ютубе, посмотрите наши программы про вакцинацию и ГМО-гомеопатии. Для меня, как бы, вот эти вот вещи очень важные, и я иногда, честно вам скажу, вот слушаешь какого-нибудь человека, там, политического обозревателя, там, какого-нибудь депутата, вроде как адекватный вот у меня был, я даже не хочу сейчас фамилии называть, у меня там один есть, у нас тут депутат, я за ним смотрел, он так красиво выступает, такой журналист в прошлом, все красиво, так говорит, такой логический, логический все, а потом он недавно такое начал про вакцинацию нести, что как-то и такой груст, такое разочарование, видно, черт побери. Опять-таки, предлагаю вам на эту тему подумать, какие у вас есть критерии адекватности и здравомыслия людей, и здравомыслия людей, напишите об этом в комментарии. Сразу скажу, что на меня, ну, такое очень приличное впечатление, серьезное впечатление произвел фильм «Ирландец». Мне кажется, что это такая, ну, махина просто и Скорсезе, и Де Ниро, и Аль Пачино, ну, просто какие-то нереальные в этом фильме, и не только они. Очень серьезный фильм, очень серьезная работа, огромное количество информации к размышлению, базовая информация, базовые ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Мы на эту тему даже записывали прямо эфир, у нас был такой вопрос. А вот в чем, как бы, суть, да, ирландца, что главное мы оттуда, как бы, для себя можем взять. Мне кажется, что речь идет о том, что смоделирована ситуация, где в определенном человеческой группе даются совершенно конкретные ответы на вопросы о том, что такое хорошо, что такое плохо, и люди вот в этом выстроенном заборе представления о морали, нравственности живут жизнь. И каждый человек, кто не согласен следовать этим принципам, оказываться, инородным телом, он должен либо немедленно покинуть эту среду, либо умереть. И альтернативы не дано. Только там, если ты не с нами, то ты просто покойник, да и все. Любой ценой, но ты будешь покойником. Собственно говоря, это главное, о чем я хотел с вами поговорить сегодня. И я еще раз вас прошу, я не знаю, заходит ли этот формат, надо ли вообще об этом говорить. Вы понимаете, всегда, когда ты говоришь о том, в чем ты разбираешься, ты понимаешь, что, ну, ты имеешь как бы моральное право рассказывать людям о том, как лечить этопический дерматит или чем отличается герб ангина от просто ангины, да, ты эксперт. Когда ты рассуждаешь о фильме «Ирландец», ты специалист в этом, ну, иди со своей женой разговаривай, ну, с друзьями на работе, а надо ли тебе на аудиторию в несколько сот тысяч человек это все вещать? Вот я не знаю, надо или нет, на самом деле. У меня есть большие сомнения, надо есть всегда, чем заниматься. Если вам это зашло, напишите, что это зашло, что это надо, что это стоит продолжать и что очень важно, если вы согласны с тем, что это надо продолжать, ну, отметьте там темы, которые вас волнуют, что вы встретили из области, из области там, медицины или не медицины, такое, что вы хотели со мной обсудить, задать какие-то вопросы. Только, пожалуйста, давайте хотя бы в этой теме обойдем вопросы про сопли и какашки. А я вот всех все равно люблю. Пока. Я уже сегодня 7 штук съел и им интересно, посыпет меня после 8 или нет? Не посыпет. Выключай уже камеру, надоел. Субтитры сделал DimaTorzok